Хотели как лучше, а получилось как всегда. Только руководство области привело в порядок дороги, как увеличилось число аварий на них. В понедельник состоялось неочередное собрание Координационного совета по безопасности дорожного движения. Основная цель его выяснить, кто виноват и что делать с неутешительной статистикой аварийности. В автоавариях мы по итогам июля потеряли 34 человеческие жизни. Весь текущий год характерировался рост и показатель детского дорожного транспортного травматизма. При этом самый страшный из них показатель гибели детей в ДТП существенно вырос. За минувшие, прошедшие 7 месяцев в ДТП погибло 7 из совершеннолетних. За аналогичный период прошлого года у нас зарегистрировано один факт всего гибели детей в автоавариях. Желание полихачить по свежему асфальту не единственная причина ДТП. Как показывает все та же статистика, каждая вторая авария со смертельным исходом происходит по вине пьяного водителя. 25 июля в 4.10 автомобильная дорога Южа Холлый. Водитель, управляющий машиной ВАЗ-2708 в нетрезвом состоянии, совершил опрокидывание. В результате водитель погиб, пассажир с тяжелыми травмами находится в областной клинической больнице. Правилами дорожного движения за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение прав на срок до двух лет. Но что помешает этому же водителю сесть за руль пьяным после отбора прав? Особенно если учесть, что сейчас за это ему грозит всего лишь административный арест и небольшой штраф. В связи с этим члены Координационного совета намерены выступить с законодательной инициативой. Пьяных водителей они предлагают привлекать к уголовной ответственности с конфискацией автомобиля как орудия преступления. Несмотря на рост штрафов, люди садятся пьяными за руль и только за одну ночь, буквально последнюю ночь, сотрудники ГИБДД задержали 45 человек, находящихся в различной степени алкогольного опьянения. Понятно, что в этом вопросе надо что-то менять. К сожалению, у нас водители, наши люди не понимают увещевания, не понимают объяснений, понимают только жесткое наказание. И действительно говорят правильно, наверное, что безнаказанность порождает вседозволенность. А это с одной стороны. И вот то, что предлагает сегодня комиссия, как раз направлено на то, чтобы безнаказанность эту прекратить. Пока неизвестно, поддержат ли инициативу депутаты облдумы. Но если все же подобный закон будет принят, водители несколько раз подумают, прежде чем сесть за руль в нетрезвом состоянии. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.